Приветствую, друзья! Как ваши дела? Сегодня я с вами хочу поделиться опытом только касательно приумножения своих задележений, каким образом они инвестируют. Дело в том, что на просторах интернета я очень часто, каждый день практически вижу, про какие-либо проекты крутые, которые строятся, или на стадии строительства, или уже готовы, что вы можете инвестировать, при этом зарабатывать, такие проценты и так далее. На самом деле, сами в основном турки такие недвижимости не покупают. Естественно, покупают те, которые богаты, либо те, которые состоятельны, могут себе купить и наслаждаться каким-то роскошем и так далее. И, естественно, покупают иностранцы. На самом деле, я хочу с вами рассказать про обычных турков, средних турков, которые зарабатывают деньги, которые имеют какие-то накопления, что они стараются эти накопления приумножить. Про этих я хочу рассказать. И давайте, пошли, поехали. Дело в том, что у меня 100% друзья турки. Я очень рад этому. У меня вот друг, партнер, Рамазан, он является риэлтором, вы знаете многие. Неоднократно рассказывал. Очень много помогали, встречали. И на самом деле у него есть свои клиенты, турки. И очень много друзей, с кем мы очень часто встречаемся, вместе гуляем, вместе ходим. И в основном они рассказывают про свою жизнь, как они могут заработать, куда вложиться. И таким образом это все происходило. В течение трех лет я все наблюдал, я не могу что-либо рассказать. Ранее почему не рассказывал, потому что когда ты не знаешь, лучше об этом не говорить. А когда ты полностью прошел от итоги и все понимаешь, даже это касательно языка, тогда можно будет об этом рассказывать. Сегодня я хочу поделиться именно тем, что я накопил касательно преувеличения, преумножения и, как любят говорят, инвестировать. Дело в том, что раньше турки и сейчас, по крайней мере, покупают доллар. И очень любители покупать золото. Золото не в нашем понимании, там, ювелирные какие-то золотые изделия. Они покупают, и даже у них на свадьбах, на каких-то крупных серьезных мероприятиях дарят золотые слитки. Слитки, там, полграмма, один грамм, полтора, два и так далее. Чем роднее родственники, тем дороже может быть, то есть больше грамм золота и так далее. И до сих пор так делают. Золото всегда держится в цене. И они покупали, продавали квартиры. Это нормальный стандарт, как и везде, во всех странах. На стадии, там, строительства, потом после завершения они продают. Это нормально. Но после этого они параллельные. После сейчас немножко спал. Это у нас автомобильный бизнес. Они покупают автомобиль, продают, покупают. Вот эту разницу они увеличивают, там, покупают золото и так далее. Следующая у них тема, это земельные участки. Земельные участки, аграрного, там, сельскохозяйственного и поджес. ИЖС. Дело в том, что многие изучают, смотрят, где можно купить участок. Я не говорю про Стабула, а в целом у Турции. Они смотрят те участки, где в будущем могут дать разрешение на постройку ИЖС. И такие участки они покупают. С удовольствием покупают и ждут годами. Это вот, насколько я знаю, всегда об этом говорили. Вот когда я с ними ходил, некоторые уже продают. Те участки, которые лет пять назад покупали, дороже, потому что там дали разрешение под ИЖС. И они таким образом очень даже хорошо зарабатывают. Это тоже вложение инвестированием. И сейчас эта тема хорошо у них идет. Они вот покупают, продают. Я всегда вот с Рамазаном хожу и сопровождаю. Это все для себя информацию впитываю. И в прошлом году потихоньку начали. А еще одну тему – это приобретение тех домов, которые идут на снос, точнее, квартир. Дело в том, что вы знаете, в Турции очень много квартир сейчас будет под снос. Будет их сносить, строить новые дома. И под эту программу сейчас все прям под сумок. У кого, например, нет денег на обновление своих квартир, они подешенки их продают. И многие другие их покупают. Вот за последние полгода квартир 10-15 уже купили, продали и так далее. Я был свидетелем. И мне было интересно, каким образом можно старые квартиры купить и насколько это выгодно. И буквально вчера я сидел, полностью изучал и накопленную информацию. Еще у Рамазана спрашивал, каким образом. И детально сегодня я сейчас проговорю. Дело в том, что почему это выгодно. Дело в том, что если получить разрешение на снос, все квартиры дома проходят под экспертизу, там могут дать сказать, все, закрываем этот дом, вам дается там неделю, месяц, чтобы съехали, дом срочно надо снести. Потом есть критерии, когда дом могут еще держаться, но сказали, что можно снести. То есть дает разрешение на снос. Почему это разрешение нужно и важно, а просто не снести? Конечно, можно и снести. Просто когда получают разрешение, экспертиза дает именно на снос рекомендации, тогда государство поддерживает такие дома. Это чуть позже расскажу. И таким образом надо смотреть. Турки именно изучают, какие дома прошли экспертизу, именно получили рекомендации сноса. Такие квартиры покупают. Квартира, например, стоит 100 тысяч долларов. Сразу перехожу по расчетам. Они сидели, вот буквально говорят, полтора миллиона стоит квартира 3 плюс 1. Полтора миллиона это где-то 48 тысяч долларов. 3 плюс 1. Они сейчас их покупают. Последующее, чтобы его обновить, они должны найти строительные компании, которые им построят новый дом. Снесут и построят. Они у всех строительных компаний, которые находятся в этом районе или соседнем районе, запрашивают коммерческое предложение. Это жители этого дома. Получают коммерческое предложение и выбирают самое удачное предложение, которое предложили строительные компании. Некоторые могут отказаться, что мы не строим такие дома. И там условия могут быть разные Про условия я проговорю Одни строительные компании могут сказать Заплатите такую-то сумму Мы вам построим ваш дом И вы сохраните свою квадратуру Которую имеете Некоторые могут сказать Да, я вам построю И такую-то квадратуру я забираю себе И, например, если у меня 100 квадратов Я отдаю там 25 квадратов Или остается мне 75 квадратов 25 они забирают Последующие, естественно, где 4 квартиры Там построят 5 квартир И одну квартиру они уже как свои будут продавать Вот таким образом они договариваются Кстати, жители могут по-разному договориться Кто-то скажет Я доплачу, сохраню свою квадратуру Кто-то скажет Уменьшайте мою квадратуру У меня нет денег К сохранению своей квадратуры Вот таким образом происходит И, кстати, многие задают вопрос А если кто-то из них не согласится На снос этого дома Если снос идет прям жесткого характера Что надо снести Здесь нельзя жить Его снесут в любом случае Если идет рекомендация Что надо его снести И построить на опытом Но пока можете жить Здесь идет уже голосование И 100%, 66% согласится на снос И согласится, что строительная компания будет строиться Тогда это уже будет строиться То есть из 166% должны дать одобрение Вот таким образом происходит Поэтому кто-то единолично скажет Я не согласен Это уже не будет звучаться Потому что здесь основная доля решает вопрос Кстати, это касательно и Айдата Например, у нас ежегодно проходит собрание В основном это перед Новым годом Или сразу же после Нового года Касательно каких-то затрат Каких-то штатных сотрудников Которых надо набирать Или увольнять и так далее Тогда идет у нас голосование Если у нас больше 70% голосуют Все, автоматом я должен заплатить Например, у нас был случай У нас есть крытый паркинг Раньше это вручную открывалось или что Просто у меня нет автомобиля Я не пользуюсь паркингом Хотя у меня квартира Естественно, на мою квартиру Одно машиноместо полагается То есть там есть у меня место в паркинге Если я куплю машину Естественно, я там могу ставить свою машину Это мое место Но дело в том, что они решили Сделать какую-то умную технологию Что подъезжает там дверь автоматом Чтобы открывались какие-то магнитки и так далее Они решили за бешеную сумму ее установить Ну, 70% дали добро И они установили И здравствуйте, я там 3000 лир Или сколько я заплатил Потому что одобрили основная часть жильцов Вот таким образом и происходит по сносу По постройке новых домов Поэтому, кто не соглашается Они просто по дешевке вот таким образом продают То есть по дешевке продал и не связываются Вот таким образом покупаем И, кстати, касательно поддержки государства Государства отдают Вот когда вы вчера считали Они считали полтора миллиона Если купят эту квартиру Если отдадут полтора миллиона Потому что строительной компании попросили полтора миллиона Это три миллиона На сегодняшний день Три миллиона Это около 98 тысяч долларов Пускай 100 тысяч долларов После постройки Три плюс один Такая же квартира Будет стоить не менее 200 тысяч Это однозначно Не менее 200 тысяч Я это не понимаю Там минимум за 5 миллионов продадут Это минимум Самые убитые Это 5 миллионов продадут То есть они 3 миллиона потратили 2 миллиона заработали Это круто И здесь идет еще Поддержка государства Они государства могут еще заплатить Около 750-800 тысяч Это в зависимости от дома Ситуации и так далее По-моему, если не ошибаюсь Но вот сейчас рассчитали Сказали от государства Там поддержка идет 750 тысяч лир То есть государство дает На обновление Вот таким образом От государства идет поддержка Вот 750 они отдали Полтора миллиона Они сами из кармана заплатили За полтора купили Итого у нас получается 3 миллиона 700 Это где-то 110 тысяч Грубо 120 давайте возьмем И все Они начинают сносить И строить дом Но здесь некоторые говорят Вот когда Куда мы пойдем Аренду Кто будет оплачивать Самостоятельно Этот вопрос Тоже, кстати, задавали Кто я сейчас скажу Дело в том, что После постройки Когда будет строиться этот дом Государство тоже дает поддержку Они дают минимальную Какую-то сумму На аренду жилья Там, естественно За 20-30 тысяч Там хорому не будете арендовать Но минимум они дают Чтобы вы смогли арендовать Где-то квартиру На время, когда будет строиться Этот дом Если строительная компания Сказали В течение года Мы будем строить В течение года Вам будет оплачивать По истечению Естественно Вам не будут оплачивать Но по контракту Строительная компания После просрочки Они обязаны Вам оплачивать За аренду квартиры Это во всех договорах Отражается Этим правом Вы можете пользоваться Можете не пользоваться Это ваше право Вот таким образом Идет государственная поддержка То, что я говорил Зачем это нужно И Самое важное Что вот из России Тоже у нас приезжали По-моему осенью Покупали квартиру В районе Абджила И они сейчас ждут Там аренда Айдат КСК 70 было По-моему Если не ошибаюсь Но пускай даже Если будет 100 Это небольшие деньги Нынче Но многие отдают На аренду Спокойно В аренду сдали И спокойно На минимальную сумму Вы Айдат закрываете И еще какие-то Доходности Капают Это круто Если там Вам еще надо До сноса ждать Там 6 год Ждать Ничего страшного Турки ждут Нормально И таким образом Они спокойно живут Если на снос Не надо мучиться С арендаторами Они съедут Потому что дом Идет под снос Вот таким образом Они зарабатывают Вот хотел Своим лайф-капом Таким поделиться Не обязательно Там покупать Крутые здания Крутые квартиры В отеле И так далее Вкладываются Сами местные Обычные турки Зарабатывают Умножаются И деньги Таким образом Сейчас Вот здесь квартиры На снос На реновацию Турки говорят Кенсал дэнши Вот я как говорил Вот если видите Можно увидеть море Вот увеличиваю Вот море Видно Вот сейчас У друга Клиент Турк Хочет посмотреть В каждом этаже Видите Третья квартира Вот этот дом Идет на снос И уже решение Имеется о сносе Поэтому турки Покупают эти квартиры По дешевой цене Например Сейчас мы квартиру Будем смотреть 50 тысяч долларов Это 3 плюс 1 Хотя новая квартира 3 плюс 1 Стоит больше 200-300 тысяч долларов По сути И сейчас Эта квартира 50 тысяч долларов Они его Покупают Захотят Сами живут Не захотят Они могут Сдать в аренду Видите Уютная квартира Сами могут жить И Ждут сноса Потому что Решение уже имеется Не смог открыть И такую квартиру Потом сносят Кухня Сносят И построят И построят новую Условия Разные бывают Некоторые Застройщикам Доплачивают За то Что Обновляют квартиры А иногда Договариваются Что определенные Квартиру Они забирают Ну я даже Грубо Расчетом 3 плюс 1 Станет 1 плюс 1 Больше 100 тысяч долларов Будет стоить Видите Больше 100 тысяч долларов Значит Это что Что За 50 Купил За 100 Продал Видите Шкафы стоят Нормально Люди живут То есть Прям не так страшная Квартира Нормально Вот Послее время Турки Вот такими Образом Делают Инвестиционные Вложения Здесь Тоже Уборные Для Омывания Вот такая Квартира 3 плюс 1 Вот как я Ранее говорил Это район Авджулар Про этот район Немного Расскажу Этот район Старый район Здесь очень много Таких старых домов Сейчас Вы знаете Что в Турции Многие дома Идет под Реновацию Сносит старые дома Строит новые дома И этот район Под такой 100% Проходит Сейчас многие дома Подписывают На снос Некоторые еще Не подписаны Некоторые подписаны Некоторые уже сносятся Что хорошо Здесь Набережка Классная Тоже относится К мраморному морю Там вот Прям Видно Можно Пишем Дойти По сути И здесь Построят канал Новый канал Наверное слышали Я карту Вот так Вам поставлю Надеюсь Вы увидите Очень тихий район Здесь Безопасный район Здесь Каких-то Криминальных Я не слышал Прям Жутких Новостей Мне район Нравится Он ближе К центру Потому что Передузу Еще Ниже Находится Вот У меня Друг Приехал Показать Квартиру Которая Стоит 50 тысяч Сами Турки Покупают Для Инвестиций Таким Образом Они хотят Увеличить Свои Доходности И как-то Сберечь Свои Накопления Продолжение следует